Региональная политика от А до Я Региональная политика от А до Я В первую очередь зависит качество получаемых детьми знаний В октябре отметили свой профессиональный праздник Главных инвесторов человеческий капитал участвовали и в Курске Награды за самоотверженный труд получили несколько десятков преподавателей и воспитателей В филармонии прошла и торжественная часть конкурса признания Профессиональное мастерство, методические разработки, сотрудничество и навыки руководителя По таким критериям в этом году эксперты оценивали учителей и воспитателей Курска Сергей Орлов, один из тех, чью компетентность жюри конкурса сочло высокой Уже 16 лет он преподает ОБЖ в школе номер 10 Очень приятно, что наш труд оценивается Тем более, что с детьми работать очень непросто, особенно с нынешними Это надо их очень сильно любить То, кто приходит просто работать, конечно, там не место Терпеливые, образованные, компетентные Педагоги безошибочно распознают таланты малышей, помогают им развиться Знакомят детей с яркими страницами истории и литературным достоянием Прививают любовь к родной речи и обогащают ее Часто наставники становятся для учеников такими же близкими людьми, как родители И это для них самое главное признание Которое одноименный профессиональный конкурс только подтверждает Его победители, кстати, получают денежные премии И сумма их растет год от года В нынешнем году обладатели педагогического золота получили по 50 тысяч рублей Награда за второе место составила 40 тысяч, за третье – 30 Такой бонус к зарплате получили более 20 человек В том числе и воспитатели, методисты, заведующие детскими садами В канун дня учителя на встрече говорили и о том, как изменилась сфера образования в Курской области за последние 10-15 лет Благодаря собственным средствам региона и федеральной поддержке Качественное образование доступно как детям в городах, так и в глубинке Многие сельские учебные заведения по оснащению не уступают курским Вы знаете, столько техники, столько интересных преобразований у нас в системе просто не было давно Сегодня есть интерактивные доски, ноутбуком уже, по-моему, никого не удивишь в школе И многие другие, это так много делается для образования И наш труд становится все интереснее и интереснее Поэтому будем жить и будем думать о том, чтобы в ответ на заботу об учительстве Отдавать всю душу, отдавать все, что наработано годами Творчески относиться к своему делу В профессиональный праздник педагоги принимали поздравления и слова благодарности Мы, конечно же, перед этой профессией, перед учителями всегда преклоняемся Потому что, наверное, в жизни счастлив тот человек, который встретил на своем пути учителя Учитель – это самое главное И знаете, когда, еще вспоминая свое детство, что вот тогда роль учителя, престиж учителя, конечно, она была очень высока И очень хорошо, что в последние годы этому уделяется огромное внимание По прогнозам аналитиков, в ближайшие 5-6 лет число школьников в России возрастет на миллион Работники системы образования начинают готовиться к этому уже сейчас Президентам обозначены приоритеты по улучшению качества образовательного процесса Ответственность за исполнение поставленных задач возложена в том числе и на региональную власть В Курской области законотворцы уже работают в этом направлении Если вот даже говорить о тех средствах, которые мы вкладываем в образование, мы эти вопросы считаем приоритетными для региона На предыдущем заседании мы рассматривали саму методику по получению сумм венции муниципальным районам При Курской областной думе создан экспертный совет, который следит за этим, собирается, чтобы уровень заработной платы соответствовал уровню средней по экономике в регионе Дополнительно будет рассмотрено где-то 320 миллионов, это то, что касается образовательного процесса Ну и еще то, что касается автобусов для подвоза наших школьников Потому что с каждым годом у нас количество автобусов увеличивается Поэтому необходимо расходы на эти цели, это тоже практически 300 миллионов То есть если на сегодня у нас образование в бюджете составляет 11 300, то где-то еще, то есть 12 миллиардов у нас будет уровень расходов, затрат в нашем бюджете Кроме того, если ребенок становится призером всероссийских олимпиад или конкурсов, его преподаватель в течение учебного года получает надбавку к зарплате в размере 10% Стимул для молодых специалистов подъемное 30% от размера заработной платы Помимо этого, курским учителям помогают гасить проценты по кредитам на приобретение жилья Это лишь некоторые меры поддержки, и они уже принесли положительные результаты Проблема кадрового дефицита в Курске практически решена Только за это лето перестали пустовать 68 вакансий Самый сказочный театр Курска в октябре отметил 70-летие Его спектакли, волшебные сказки по учительной истории не просто развлекают, но и учат добру В его залах юные зрители мечтают стать взрослыми, а их мама и папа, наоборот, переносятся в мир детства 3 октября артисты принимали поздравления от друзей и сами дарили подарки Поздравила труппу с юбилеем и председатель попечительского совета театра, спикер областной думы Татьяна Воронина Труппа театра решила поэкспериментировать и отказалась от традиционного формата празднования юбилея Вместо сцен из спектакля артисты и куклы показали творческую визитку Несколько номеров из капустников Зрителям в зале было чему улыбнуться и над чем погрустить Ощущение юбилея, оно как-то вот не наступает Почему? Потому что все вокруг крутится, вертится Сезон мы открываем премьерой спектакля «Волшебная лампа Алладина» А буквально еще через неделю состоится следующая премьера спектакля Для детей, для родителей, для семейного просмотра, считаю, до пяти Поэтому, честно говоря, просто некогда в гору глянуть Вот, то есть мы живем вот в таком ритме, в постоянном вот таком напряжении Но я думаю, что это нормальный такой рабочий ритм Который не позволяет нам ни на секунду расслабляться и держать в форме самих себя Театр кукол – одно из старейших учреждений культуры Курска Его рождение пришлось на непростое военное время Первых артистов и руководителей труппы здесь помнят до сих пор 70 лет – это дата, которая для театра, она такая историческая, так скажем Потому что театр был создан в годы войны, в 1944 году И становление театра проходило в конец 40-х, вот до середины 50-х годов И тогда руководили театром участники войны, ветераны войны Потом был период, когда в театр кукол пришли выпускники Ленинградского института театра музыки и кино «Угитмик» Выпускники Анатолий Сизоненко и Андрей Семенович Это был период яркий, когда были и постановки спектаклей для взрослых, до третьих петухов «Иностранец в Риме», «Прелестная голодея» И поездки были у нас по комсомольским путевкам на БАМ, в Тюмень ездил театр Ну, в общем, такая была интересная, большая работа И третий период, я бы назвала это период современный Уже 20 лет театр возглавляет творческую группу Валерий Флебонович Бугаев Курский театр «Кукол» хорошо знаком зрителям далеко за пределами Соловьиного края Труппы участвуют в фестивалях, гастролируют Талант артистов высоко ценят и братья по цеху Коллеги из разных уголков нашей страны Выпускник Владимирского театрального училища Дмитрий Шишанов После окончания вуза переехал в Курск О новом месте работы говорит с восторгом и горящими глазами Я сюда приехал с очень большими надеждами Потому что здесь один из лучших театров в России И режиссер Валерий Флебонович Бугаев Является очень, скажем так, почетным режиссером России Мира театра «Кукол» У него очень удивительный авторский театр «Кукол» В котором очень много разнообразия и всего кукольного мира Всех вкусных кукольных вещей То есть синтез и пантомима И театр теней и все-все-все С юбилеем коллектив поздравили работники учреждений культуры И представители попечительского совета Который, кстати, готовится преподнести театру Самый долгожданный за последние годы подарок Новое здание Хочется просто сказать огромные слова благодарности Этому замечательному творческому коллективу театра «Кукол» Потому что эти люди несут добро, радость для наших маленьких детей Очень интересны здесь спектакли и для взрослых Здесь работают люди, которые очень преданы искусству Очень замечательные, творческие Ну, что удалось сделать У нас в этом году создан попечительский совет И задача попечительского совета Все-таки мы хотели бы, чтобы в нашем регионе появился Новый театр для кукол Я думаю, что наши маленькие жители города Курска И наша Курская область этого заслуживают Поэтому сегодня задача это подготовить проектно-спектную документацию Найти небольшие средства за счет попечительского совета Ну, а потом обратиться к нашему министру культуры Мединскому Чтобы помочь софинансированием нашего театра Попечители пообещали решать квартирный вопрос Начнут уже в этом году Продукты питания первой необходимости в Курской области Стоят дешевле, чем в соседних регионах По данным Росстата, цены на свинину, колбасу разных сортов Говядину, мороженую рыбу, маргарин, соль, крупы, яблоки У нас одни из самых низких в Центральной России Под контролем власти не только цены Качество курского хлеба заинтересовало депутатов областной думы Госконтроль может вернуться В ответ на обращение Курян Депутатский корпус провел совещание На котором обсудил с экспертами новую программу Проверг предприятий отрасли Производителям и экспертам предложили дать свой ответ на жалобы покупателей Критики прежде всего подвергаются вкусу Сроки хранения хлебобулочных изделий По данным специалистов, чаще всего куряне недовольны хлебом, изготовленным в частных пекарнях Хранится плохо, а вкус далек от заводского Решить проблему можно, уверены курские парламентарии Необходимо законодательно ввести жесткие требования к технологии производства хлеба Возможно, за основу будет взят советский ГОСТ После окончательного оформления инициативы Ее планируют направить на рассмотрение депутатов Государственной думы Мы хотим послушать все точки зрения и понять, какие механизмы можно сегодня предложить законодательно Для того, чтобы улучшить работу в этом направлении И нам не безразлично, когда качество хлеба бывает такое, которое вызывает, мягко говоря, нарекания Частникам предложат перенимать опыт у крупных хлебозаводов региона На совещании говорили не только о проблемах отрасли, но и о том, чем регион может гордиться Мы единственная область в Российской Федерации, где наименее обеспеченные слои населения Имеют возможность купить датированный сорт хлеба Это программа областная, программа губернатора о выпуске датированных сортов хлеба И многие предприятия крупные в ней участвуют Помимо усиления надзора за всеми этапами производства, эксперты надеются на конкуренцию Ведь в конечном счете потребитель выберет тех пекарей, у которых получается вкусный и полезный хлеб Какие корректировки ждут бюджет? Как будет проводиться капитальный ремонт жилья в регионе? Насколько увеличатся детские пособия и выплаты пенсионерам? Депутаты областной думы провели сороковое пленарное заседание Кроме инициатив и законопроектов, парламентарии обсудили кадровое назначение Один из самых важных пунктов повестки дня – уточнение бюджета региона на 2014-2016 годы Доходы в текущем году возрастут на 690,6 миллиона Расходы на 1,1 миллиарда Источники финансирования – собственные средства области, а также дотации, субсидии из федеральной казны Куда же будут потрачены те средства, которые поступают? Это в первую очередь 300 миллионов на поддержку нашей экономики Это 152 миллиона на поддержку сельхозпроизводителей 70 миллионов на развитие транспортной системы И 130 миллионов где-то на поддержку малого и среднего предпринимательства На 688 миллионов возрастут расходы на образование На здравоохранение и социальную сферу направят 272 миллиона рублей Также законотворцы утвердили сумму прожиточного минимума для детей и пенсионеров на 2015 год На эти цифры будут ориентированы расчеты доплат тем гражданам, пенсия которых не дотягивает до установленного минимального порога В этом году такую разницу компенсировали 40 тысячам жителей области Учитывая темпы роста прожиточного минимума, у нас в Курской области в этом году 4,6 Потребительскую корзину, данные Росстата По данным расчетов комитета по труду и занятости Курской области Величина прожиточного минимума для пенсионеров в следующем году будет равняться 5973 рубля Если пенсия, например, у человека меньше 5973 рублей Значит, этому человеку будут доплачивать до этой суммы Поэтому, чтобы поддержать малообеспеченную категорию граждан Величина прожиточного минимума устанавливается на квартал Расчеты проводят для каждой категории граждан Трудоспособного населения, пенсионеров, детей По последнему пункту он также подрастет При всей сложности и трудности ситуации, которая складывается сегодня в целом в стране Мы идем на тот шаг, чтобы увеличить этот минимум И увеличивается он без малого на 300 рублей То есть, соответственно, составит 6166 рублей Самыми обсуждаемыми в здании облдумы стали кадровые назначения Кандидатуры Александра Зубарева на должность первого заместителя губернатора И Людмилы Положенцевой на место председателя областного комитета финансов Внес губернатор Это мой выбор И я просил бы вас поддержать Это в интересах дела Если какие-то будут другие кандидатуры Не услышал, честно говоря Потому что их просто не вижу в области Депутаты выслушали доводы представителей всех парламентских партий В итоге предложенные главой региона кандидатуры думцы поддержали Решение принято Александр Сергеевич поздравляет Под занавес заседания парламентарии утвердили новый порядок реализации Программы капитального ремонта жилого фонда области Теперь формировать краткосрочные планы будут не на три года, а на один Выпуск программы подошел к концу Мы продолжим следить за работой парламентария Программа «Де Юре по закону» прощается с вами До следующего месяца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова